Мамина история Маленькая Лёля долго болела. Поправлялась она очень медленно. Глаза её после болезни сильно ослабели, и ей не только не позволяли читать и смотреть картинки, но даже держали её в полутёмной комнате. Всё это было невыносимо скучно. Ещё когда был дома её старший брат Митя, Лёле было намного веселее. Митя охотно сидел в комнате больной сестрёнки, делал такие славные игрушки из бумаги и дощечек, загадывал столько загадок, рассказывал такие забавные сказки, что с ним время пролетало для девочки совсем незаметно. Но теперь рождественские праздники закончились, и вчера Митю отвезли в корпус. Правда, в субботу он опять приедет домой и проведёт с Лёлей целое воскресенье, но ведь ждать до субботы так долго! А Лёля никогда не отличалась терпением. А тут, как нарочно, у папы особенно долго затянулся приём больных, и даже мама ушла в город за покупками. Лёле становилось всё скучнее, и, наконец, она сама себе показалась такой одинокой, несчастной, всеми покинутой, что горько зарыдала, опустив голову на руки. Она так плакала, что даже не слышала звонка вернувшейся мамы и не заметила, как та вошла в комнату и с испугом остановилась перед своей пригорько плачущей дочкой. «Лёля, крошка моя милая, что с тобою? Уж не хуже ли тебе опять?» Нежно и заботливо спросила мама. Услышав её голос, Лёля вскочила со своего места, спрятала на груди мамы своё заплаканное личико и проговорила сквозь слёзы. «Я такая одинокая, мамочка! Все, все меня бросили!» Мама отодвинула от себя Лёлю и грустно и серьёзно посмотрела ей в глаза. «Грех тебе говорить это, девочка!» Сказала она. «Бог дал тебе всё, чего только может пожелать самый избалованный ребёнок. У тебя есть папа и мама, горячо любящие тебя, есть добрый брат, который ради тебя отказался от всяких удовольствий и почти все праздники провёл с тобою в полутёмной комнате. Вместо того, чтобы играть с весёлыми товарищами, а ты ещё называешь себя «Одинокой и покинутой». «Сядь сюда! Я расскажу тебе историю действительно одинокой девочки. Тогда ты поймёшь, как счастлива ты сравнительно с другими детьми». Слёзы Лёли быстро высохли при мамином предложении. «Ах, мамочка, как я рада! Рассказывай скорее свою сказку!» — воскликнула она. «Это не сказка, а быль!» — отвечала мама. «Я расскажу тебе о людях, действительно существующих, и которых ты даже знаешь». «Кто же это мама? Скажи поскорее!» «Узнаешь потом, а теперь слушай». И мама начала свой рассказ. «Был холодный ноябрьский вечер, дождь лил, дождь лил, как из ведра. Ветер рвал платья с прохожих. Тусклый свет фонаря одной из глухих улиц Петербурга слабо освещал маленькую нищенку, прижавшуюся к стене и дрожавшую от холода своих намокших лохмотьях. Её худое личико всё посинело от холода и выражало тупое отчаяние. Она безнадёжным взглядом провожала прохожих, угрюмо кутавшихся в свои непромокаемые пальто и не обращавших внимания на её протянутую руку. Она устала и озябла, а главное, была сильно голодна. Со вчерашнего вечера ничего не ела. А между тем, она не смела вернуться домой, так как знала, что вместо ужина её ожидают побои, если она придёт с пустыми руками. У неё нет никого, кто бы пожалел и приголубил её. Она живёт у старухи Савельевны, которая ежедневно посылает её просить милостыню, несмотря ни на какую погоду, и даёт ей поужинать только тогда, когда она принесёт с собой сколько-нибудь денег. В такие же несчастные дни, как сегодня, ей приходится спать голодной. Иногда ей подают, правда, в булочный маленький хлебчик. Но сегодня булочник был что-то не в духе и грубо велел ей убираться вон. Она совсем потеряла надежду выпросить что-нибудь и хотела уже брести домой. Но в эту минуту из-за угла показались два высоких гимназиста. С новым проблеском надежды потянула она снова руку за подаянием. «Убирайся с дороги, попрошайка!» Грубо воскликнул один из них и при этом сильно толкнул её локтем. Ослабевшая от голода и усталости девочка не устояла на ногах и с криком повалилась на землю. При падении нога её подвернулась и она не могла встать, несмотря ни на какие усилия. «Как тебе не стыдно, Лёва?» воскликнул спутник грубияна и бросился на помощь Кате, так звали нищенку. Ему удалось вытащить девочку из лужи, но страшная боль в ноге не позволяла ей стоять, и она беспомощно повисла на руке своего неожиданного избавителя. С минуту юноша стоял в нерешительности, что делать с бедняжкой? «Поедем к моему отцу, он хирург и, наверное, поможет тебе», воскликнул он после короткого размышления. Катя не знала хорошенько, что значит слово «хирург», но у гимназиста было такое доброе лицо, ей казалось, что никто не смотрел еще на нее с таким участием и такой лаской, и она подумала, что охотно последовало бы за ним хоть на край света. «Долго ты будешь еще возиться с этим оборвышем, Сережа? Я жду тебя!» нетерпеливо воскликнул Лева. «Иди один, я не пойду теперь с тобою, скажи Васе, что, быть может, я приду позже, если успею», отвечал Сережа. Лева пробормотал что-то относительно охоты подбирать с улиц разных бродяг, но Сережа не обратил на это внимание, бережно усадив Катю на извозчичьи дрожки, сел рядом с нею, заботливо придерживая ее рукой. После довольно продолжительного пути Сережа остановил извозчика у подъезда большого дома на одной из лучших улиц Петербурга. Вызвав швейцара, он с его помощью отнес девочку на второй этаж и позвонил. Дверь отворила горничная, такая нарядная, что Катя приняла ее за барыню. Дома, отец? спросил Сережа. Дома. Легли отдохнуть, отвечала девушка с удивлением, поглядывая на нож у молодого барина. Надо разбудить, этот ребенок, кажется, сломал себе ногу, решительно проговорил Сережа и, отстранив горничную, вошел в прихожую, осторожно положил больную на широкую деревянную скамью, а затем ушел в комнату отца. Через минуту он вернулся с пожилым господином, у которого было добродушное, но еще несколько сонное лицо. Осмотрев ногу девочки, доктор нашел, что нога действительно сломана и требует продолжительного лечения. Услышав голоса в прихожей, в нее вошла дама, по сходству которой с Сережей, Катя догадалась, что это его мать. Она первая вспомнила о том, что родные девочки должны быть очень о ней беспокоиться, и что надо поскорее уведомить их о местопребывании их дочери. Но когда Катя сообщила, что у нее нет никого близких, и рассказала о своей печальной жизни у Савельевны, то Сережа стал просить оставить девочку у них. Это оказалось однако неудобным, так как ей необходим был хороший уход и полный покой, и потому Стасов, так звали хирурга, решил отвезти девочку в больницу, при которой он состоял главным доктором, обещал сыну обратить на нее особенное внимание. Однако Сережа согласился на это не иначе, как заручившись позволением родителей позаботиться о судьбе девочки, как только она поправится. Когда Катю привезли в больницу, она уже едва понимала, что с нею делается. Смутно вспоминала она потом, как накормили ее теплым бульоном, когда ли понюхать какого-то лекарства, после которого она потеряла сознание, и очнулась уже в покойной чистой постели, совсем не похожей на подстилку из прелой соломы, на которой она валялась в подвале Савельевны. Она прилежала в больнице несколько недель, и ей казалось, что никогда еще она не была так счастлива. Ее ни разу не били за все это время, ни разу не была она голодна, только перевязка ноги первое время была очень мучительна, но ее делали так осторожно и при этом говорили с нею так ласково, что у нее не доставало духу даже жаловаться. Когда она поправилась, ей сообщили, что она по желанию Сережи совсем останется у Стасовых. После она узнала, что Сережа просила родителей воспитывать ее как родную дочь, но что те этому воспротивились, находя, что для нее будет полезнее, если из нее выйдет хорошая горничная, способная честным трудом зарабатывать себе хлеб. Сережа сам перевез Катю из больницы в свой дом, где для нее было уже приготовлено помещение возле комнаты его матери. С тех пор для нее началась новая жизнь. Катю одели чисто и прилично, и мать Сережи сама стала учить ее шить, вязать и вышивать, а горничная училась стирать, гладить, служить у стола, убирать комнаты. Сначала Катя себя не помнила от счастья, но потом жизнь ее снова стала меняться к худшему. У нее явился в доме Стасовых враг, в лице их племянницы Зины. Зина была высокая тонкая девочка лет двенадцати, с красивым, но надменным и капризным лицом. Страшно избалованная родителями, она воображала, что весь свет существует для нее одной. Мать ее сильно заболела, и доктор посоветовал провести зиму в Италии. Брать с собой Зину оказалось неудобным, и мать попросила сестру свою Стасову приютить у себя ее дочку, на что та охотно согласилась. Зина жила у родных уже несколько недель, когда Сережа привез к отцу нищенку со сломанной ногой, и Зина сразу не взлюбила девочку, когда ее перевезли из больницы в дом ее тетки. Она с презрением относилась к бедности и нищете, и не понимала фантазии своего кузена подбирать с улицы всяких оборванцев, как она выражалась. Скоро ее нерасположение к Кате перешло в настоящую ненависть. Однажды случилось это дня через три после того, как Катя вышла из больницы. Сережа попросил Зину позаниматься с Катей и научить ее писать, читать и считать. Зина очень резко ответила ему, что не имеет ни малейшего желания возиться с нищими. Сережа сдвинул брови и сурово заметил ей, что не считал ее до сих пор такой бессердешной. Затем он велел Кате ежедневно приходить в его комнату после обеда и сам стал заниматься с нею. Этого Зина уже никак не могла простить Кате, тем более, что прежде Сережа проводил с ней то время, которое теперь стал посвящать своему найденышу, как называла Зина Катю в насмешку. Прежде в это время Сережа играл с ней в шахматы, гулял или просто болтал с ней у камина, и самолюбивая девочка очень гордилась тем, что ее почти взрослый кузен Сережа был уже в последнем классе гимназии, находит удовольствие в ее обществе. С этих пор Зина стала положительно преследовать Катю, она дразнила и оскорбляла ее из-под тишка, а выведя ее из терпения и напросившись на грубости, бежала жаловаться тетке. Она даже не стыдилась выдумывать на нее всякие небылицы, портила и пачкала ее работу, рвала ее платье, разбрасывала ссор в только что убранных Катей комнатах, чтобы ее обвинили в неряшливости и лене. Рассказывала, что будто бы сама слышала, как Катя бронит Стасовых и жалеет о своей прежней привольной жизни. Стасовой и в голову не приходило, что дочь ее сестры женщины правдивой и доброй, такая злая и нахальная лгуния. Она верила ей на слово, и Катя становилась ей неприятнее с каждым днем. Она охотно бы совсем удалила ее из своего дома, если бы не боялась огорчить своего любимца Сережу. Но она не в силах была заставить себя быть по-прежнему ласковой с бедной сиротой. Стала обращаться с нею холодно, строго и сурово, и тем окончательно оттолкнула от себя Катю и отбила у нее охоту быть такой старательной и услужливой, какой она была первое время. А тут еще Катя действительно начала скучать и томиться в четырех стенах. Она выросла на улице и слишком привыкла к воздуху, движению и свободе, чтобы постоянное заключение в комнатах могло не тяготить ее. Ей казалось, что стены ее нового жилища давят ее. И она, пожалуй, охотно вернулась бы к прежнему бродяжничеству, лишь бы не сидеть вечно согнувшись над работой и не видеть вокруг себя строгих неласковых лиц. Она, быть может, и ушла бы в самом деле от Стасовых, если бы не те полтора-два часа, которые она ежедневно проводила с Сережей. Она привязалась к нему всеми силами своего детского сердца. Для него она готова была идти в огонь и в воду и не задумалась бы переносить самое жестокое обращение, лишь бы быть подле него, слышать его милый голос, видеть его ласковую улыбку, знать, что он расположен к ней и не считает ее дурной и неблагодарной девочкой. Но и этого утешения ей суждено было скоро лишиться. Однажды Сережа ждал к себе товарищей. Возвращаясь из гимназии, он купил коробку конфет и поставил ее у себя на столе, а после обеда занимался с Катей меньше обыкновенного и ушел купить еще кое-что. Вернувшись, он торопливо вбежал в комнату своей матери, где она сидела с Зиной и показывала Кате какую-то работу и объявил, что коробка открыта и половина его конфет исчезла. Ничего подобного у них не случалось до сих пор в доме. Прислуга жила у них уже несколько лет, а сегодня вдобавок кухарка ушла в отпуск, а горничная была послана за покупками до ухода Сережа и до сих пор еще не вернулась. Значит, некому было взять конфет, кроме Кати, убиравшей свои книги и тетради в комнате Сережи уже после того, как он ушел. Катя страшно побледнела при этом неожиданном обвинении. Я не трогала конфет. Клянусь Богом, не трогала, побелевшими губами проговорила она. «Кто же, однако, если не ты?» сурово спросила Стасова. У Кати помутилась в глазах. Она понимала, что все улики против нее, она видела устремленный на нее вопросительный и тревожный взгляд Сережи и нерешительно проговорила. «Я не одна была в вашей комнате, Сережа». Зина также входила туда за какой-то книгой. «Ну так что же?» резко воскликнула Зина. «Уж не хочешь ли ты сказать, что я унизилась до воровства?» В глазах Сережи блеснул луч надежды. «Зиночка, милая, скажи откровенно, если тебе вздумалось полакомиться, я не буду сердиться», ласково сказал он. «Я не привыкла трогать, что не принадлежит мне. с гордым достоинством», возразила Зина. «Я не ожидала от тебя такого обидного вопроса, Сережа». Молодой Стасов бросил на Катю взгляд такого презрения и негодования, что она потом не могла забыть его во всю жизнь. Затем, круто повернувшись к ней спиной, он молча вышел из комнаты. Когда на другой день Катя робко и нерешительно вошла к нему в обычный час с книгами и тетрадями, он резко объявил ей, что не намерен заниматься солгуней и воровкой и запретил ей входить в его комнату. Катя горько разрыдалась, но не посмела уверять его в своей невиновности. С этого дня последний луч солнца исчез из жизни бедной девочки и пребывание в доме Стасовых стало ей положительно невыносимым. А тут еще каждый день стали пропадать разные сласти и ее обвиняли в воровстве, даже не пытаясь хорошенько узнать, кто действительно виноват. Впрочем, она и сама даже не старалась оправдываться. Сережа все равно считал ее воровкой. А что думали они и другие, ей было безразлично, и она с тупой покорностью переносила упреки, брань и наказания. Нет, это, наконец, из рук вон что такое. Сегодня из буфета пропало ананасовое варенье. Вне себя от гнева воскликнула однажды Стасова. Послушай, негодяйка, продолжала она, обращаясь к Кате. Я предупреждаю тебя, что если еще что-нибудь пропадет в доме, я выгоню тебя вон. Не зачем вам грозить мне и гнать меня. Я и сама уже решила уйти. Грубо ответила Катя, и глаза ее гневно засверкали. Катя, ты забываешься? Я не позволю тебе говорить таким тоном с моей матерью, строго сказал Сережа, случайно находившийся тут же. Сереженька, голубчик, доклянусь же вам, я ничего не трогала. Я ни в чем не виновата, нет сил моих дальше терпеть эту напраслину. Не могу я переносить, что вы считаете меня воровкой. Поверьте же мне, родной мой, милый, любимый Сережа. В словах девочки звучала такая мольба и такое отчаяние, она глядела на него так прямо и так правдиво своими большими, темными, влажными от слез глазами, что в первый раз в душу Сережи закралось сомнение, действительно ли она виновата. Ну хорошо, допустим, что варенье ты не трогала, но ведь мои конфеты некому было взять, кроме тебя. С некоторым колебанием проговорил Сережа. Не брала, не брала, не брала, задыхаясь от слез, повторяла она. Но будет тебе плакать, успокойся, сказал он гораздо мягче и ласковее, чем говорил с ней последнее время, и Катя показала, что он начинает верить ей. На другой день на Сережном столе стояла открытая красивая коробка с шоколадными конфетами, а самого Сережи не было дома, и дверь в его комнату была полуотворена. Вернувшись домой, Сережа, едва успев сбросить шинель, кинулся к своему столу и принялся считать конфеты, а затем, бежав в гостиную, куда торопливо позвал и Катю, воскликнул взволнованным голосом. У меня опять недостает конфет, кто взял? Разумеется, твоя Катя, кому же больше? Насмешливо ответила Зина. Ну, нечего запираться, говори правду, пока есть время, строго сказал Сережа, видя, что Катя хочет оправдываться. Говори скорее, когда и сколько ты съела конфет, чтобы успеть дать тебе противоядие. Конфеты были с мышьяком, я хотел отравить ими надоевшую мне крысу. В эту минуту раздался раздирающий крик Зины, и она бледная и дрожащая схватила Сережу за руку. Доктора, ради Бога, доктора, помогите, спасите, я, я взяла конфеты, я отравилась, что со мной? Прерывающимся голосом кричала она. Сережа с отвращением оттолкнул ее руку. Успокойся, низкая, бессердешная лгунья. Конфеты не были отравлены, я хотел только поймать вора, сказал Сережа. И затем целуя сияющую от восторга Катю, он продолжал, прости мне, Катюша, мою несправедливость. Приходи ко мне сегодня после обеда, нам надо хорошенько заняться, чтобы нагнать потерянное время. С этого дня счастливая Катя никогда не чувствовала себя больше одинокой. Сережа был для нее верным, надежным другом. «А что было с нею потом, мамочка?» с любопытством спросила Леля, когда мама замолчала. Потом Сережа нашел, что у нее слишком блестящие способности, чтобы сделать из нее горничную, и настоял, чтобы ей дали приличное образование. Его родители уступили наконец неотступным просьбам сына, и отдали Катю в институт, куда Сережа сам ее приготовил. Она пробыла в институте семь лет, кончила курс с золотой медалью, а потом, вскоре по окончании курса, вышла замуж за Сережу, бывшего в то время уже доктором. Теперь у нее двое детей, которых она очень-очень любит, и она была бы совершенно счастлива, если бы эти дети не огорчали ее иногда, как огорчила, например, сегодня ее маленькая дочка, называя себя, одинокой и всеми покинутой. Боже мой, мамочка, неужели ты рассказала мне свою собственную историю? Неужели все это действительно с тобой было? Все до последнего слова, моя милочка. Но будет, однако, болтать. Прием больных, кажется, кончен, и папа сейчас просит обедать. В субботу, когда приедет Митя, ты можешь рассказать ему историю моего детства взамен тех сказок, которыми он забавлял тебя во время твоей болезни. А я сейчас принесу тебе покушать. И, поцеловав Лелю, мама вышла из комнаты. что подарила Нюта? Таню Макарову любили все подружки. Таня была очень бедная девочка. Книжки у нее всегда старенькие, платьицы ситцевые, сшитые дома неискусной рукой матери, разносившие по городу булки. Пальтицо Тани перешито из старого материнского. Таня была ласковая, кроткая и с удовольствием помогала всем, насколько могла. За это ее и любили девочки. Правда, нашлись две-три, которые вздумали смеяться над бедной одеждой Тани. Но она не ответила бранью на насмешки, а только заплакала от обиды. Через день или два одна из девочек в чем-то провинилась перед учительницей и была наказана. Над ней, поставленной в угол, многие смеялись. Таня не смеялась и даже остановила свою соседку по парте, которая задела каким-то обидным словом наказанную девочку, которую звали Машей. Маша почувствовала свою вину перед Таней. После уроков подошла к ней и промолвила краснея. «Прости Таня» «Чего нет Тани?» «Надо узнать, что с ней». После уроков две девочки отправились на квартиру подруги. Таня жила в маленьком домишке. Здесь ее мать нанимала одну низенькую комнатку. Большую часть комнаты занимала русская печь. В комнате было сумрачно и душно, оборванные обои, низко нависавший потолок и маленькие окна. Все говорило о том, что здесь живут люди бедные. Таня лежала в углу на постели закрытое пальто. У девочки был жар. По временам она теряла сознание и бредила. Девочек поразила бедность обстановки Тани и одна из них шепнула другой «Как можно здесь жить?» «Таня очень больна?» спросили девочки у ее мамы. «Простудилась должно быть». Уж сколько дней скверная погода, а башмачки то у нее прорвались, промокают, починить бы надо, да денег нет. Я сколько говорила ей, не ходи, Таня, посиди дома, вот скоплю деньжат, починку башмаки отдам. Но разве ее уговоришь, не удержишь дома, в школу рвется?» Булышница скорее рассуждала сама с собой, чем объясняла девочкам. Она грустно глядела на дочь, щеки которой пылали от жара. «Надо позвать доктора», сказала одна из девочек. Булышница улыбнулась. «Какой уж тот доктор, разве можно? Отчего нельзя? Ах, милая, да доктору заплатить надо, а где я возьму? Но как же, а если она умрет?» Наивно сказала девочка. Булышница вздохнула. На все воля Божья. Вот я малинкой напою, уксусом ее потру, может и полегчает. пить все время просит. Клюкву я ей купила. Девочки пошептались, одна из них вынула из кармана кошелек и краснея подала булышнице тридцать копеек. Вот это Таня на лекарство. Она путалась в словах. Больше у меня нет, а у меня совсем ничего нет, но я завтра достану, сказала другая девочка. Мать Таня прослезилась. Ах вы мои хорошие, спасибо вам. Да что же вы у себя отрываете? Нет, нет, воскликнула девочка, у меня дома еще есть, и папа мне даст, пожалуйста, возьмите. Спасибо, милые мои. девочки ушли и на другой день рассказали о Таниной болезни в школе. Узнала учительница, она обратилась к знакомому доктору, и тот посетил Таню. Ничего опасного не было, и доктор сказал, что Таня обязательно поправится. Он прописал лекарства, и по его записке лекарства в аптеке отпустили бесплатно. Все подружки Тани приняли в ней горячее участие. Одни заходили к больной до школы, другие после уроков. Девочки приносили Тане сладости, булки и деньги. Одна из подружек вызвалась даже ухаживать за больной, но мать Тани не решилась принять это предложение. Милые вы моя, трудно это вам. Спасибо за желание такое доброе, но я сама смотрю за ней. Вместе с другими девочками посетила Таню и Нюта, дочь прачки. Нюта сама была из очень бедной семьи и ничего не могла принести подруге, которую очень любила. Булочка самой Нюте была в редкость и Нюта охотно бы отдала булку Тане, но булок Тане приносили немало. А что другое могла сделать Нюта для подруги? Но как ей хотелось сделать что-нибудь приятное для Тани? И она все время думала об этом. Тане становилось лучше, она могла сидеть в постели, ей позволили даже рассматривать картинки, Таня радовалась своему выздоровлению и с нетерпением ждала того дня, когда ей можно будет пойти в школу. Наступил день рождения Тани. Девочки узнали об этом и после уроков собрались в маленькой комнатке у подруги. Ее принарядили. Еще слабая, худенькая, она сидела на кровати и сияя от радости рассматривала подарки, принесенные девочками. Тут были коробки с конфетами, книжки и очень хорошенькая кукла и даже новые башмачки. Нюта ничего не могла купить для Тани. У девочки не было лишнего пятачка, но она тоже хотела подарить и решила отдать ей свою единственную книжку, которая очень дорожила. Нюта сделала из бумажки закладку, разрисовала ее, вложила в книжку и краснее преподнесла подруге. У меня больше ничего нет, выговорила Нюта и слезинки блеснули в глазах. Таня знала, как Нюта дорожила своей единственной книжкой. Ты закладку сама рисовала? Сама. Спасибо, промолвила Таня, обняла, поцеловала подругу. Закладочку я возьму, а книгу верну тебе, сказала Таня. У тебя всего одна книга, а у меня их теперь вон сколько. много лет прошло с того дня, но Таня до сих пор хранит у себя дорогой подарок Нюты, простую бумажную закладочку. К ветеринару в наше село пришел сурженского озера Ваня Малявин и принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами. Ты что одурел, крикнул ветеринар, скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец. А вы не лаетесь, это заяц особенный, хриплым шепотом сказал Ваня. Его дед прислал, велел лечить. Отчего лечить-то? Лапы у него пожженые. Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед. Валяй, валяй, не умею я их лечить. Зажарь его с луком, деду будет закуска. Ваня ничего не ответил. Он вышел в сене, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой. — Ты чего, малый? — спросила Ваню жалостливая бабка Анисия. Она привела к ветеринару свою единственную козу. — Чего вы, сердешные, вдвоем слезы льете? Ай, случилось что? — Пожженный он, дедушкин заяц, сказал тихо Ваня. На лесном пожаре лапы себе пожег, бегать не может, вот-вот гляди умреть. — Не умреть, малый прошам Кала Анисия. Скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несет его в город Карлу Петровичу. Ваня вытер слезы и пошел лесами домой на Урженское озеро. Он не шел, обижал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошел стороной на север, около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах. Заяц стонал. Ваня нашел по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул заяца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих. «Ты чего, серый?» тихо спросил Ваня. «Ты бы поел!» Заяц молчал. «Ты бы поел!» повторил Ваня и голос его задрожал. «Может, пить хочешь?» Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза. Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес, надо было поскорее дать зайцу напиться из озера. Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы плотных белых облаков, в полдень облака стремительно рвались вверх к зениту и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень. Наутро дед надел чистые анучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади. Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал. Суховей вздул над городом облако пыли, мягко как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар. На базарной площади было очень пусто, знойно. Извозчичи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился. — Не то лошадь, не то невеста, шут их разберет, сказал он и сплюнул. Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал, «Это мне нравится, довольно странный вопрос. Карл Петрович Корж специалист по детским болезням, уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?» Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца. «Это мне нравится, сказал аптекарь. Интересные пациенты завелись в нашем городе. Это мне замечательно нравится». Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался, аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным. «Почтовая улица три!» вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрепанную толстую книгу. «Три!» Дед с Ваней добрели до почтовой улицы как раз вовремя. Из-за оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи и нехотя потряхвал землю. Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии из-под тишка, но стремительно и сильно били в луга. Далеко за полянами уже горел сток сена, зажженный ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность. Каждая капля оставляла в пыли маленький кратер. Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда. Через минуту Карл Петрович уже сердился. «Я не ветеринар», сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. «Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев». «Что ребенок, что заяц, все одно», упрямо пробормотал дед, «все одно, полечи, яви милость. Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой. Я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь, бросить». Еще через минуту Карл Петрович, старик с седыми взъерошенными бровями, волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда. Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем. Через день вся почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город. А на третий день Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце. Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре историю о зайце забыли и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ, но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо «Заяц непродажный, живая душа, пусть живет на воле, при всем остаюсь Ларион Малявин». Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде, шумел сухой тростник, утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь. Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть, потом поставил самовар, от него окна в избе сразу запотели, и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик, он прыгал в темноту, лязгал зубами и отскакивал, воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице. Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне, наконец, историю о зайце. В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал. Дед пошел дальше, но вдруг затревожился. С юга, со стороны лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер, дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты, стало трудно дышать. Дед понял, что начался лесной пожар, и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураган, огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав. Во время урагана огонь шел со скоростью тридцати километров в час. Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени. Смерть настигала деда, хватало его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели. Дед обрадовался зайцу будто родному. Как старый лесной житель дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает. Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал «Погоди, милый, не беги так-то шибко!» Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя. «Да», сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной. «Да, а перед тем зайцем выходит, я сильно провинился, милый человек». «Чем же ты провинился?» «А ты выть погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь». Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял все. Субтитры Семен Корректор К�